Хочешь что-то сказать россияну? Да, хочу и конкретно даже, ну, хочу сказать, вот кому, Миноборонин сидит здесь, человек уже десятый месяц, десятый месяц, Галкин Сергей, все те, с кем он служил, с кем он попал, все давно уже дома, вы смотрите, ну, вообще хоть немного, вытащите человека, хочу еще сказать, передать привет, так сказать, Чебаркульскому полку шестому, 90 танковых дивизий, как так с вами человек заключил контракт Бочкарев Алексей, а в списках части он не числится, он никто, а как он тут очутился, кто он, его жена или супруга добивается, звонит, нет у нас такого, нету. Он здесь? Он здесь, он здесь, тот же как-как. А вообще россиян нам что-то хочет сказать как гражданин Арафа? Хочу, да. Прежде чем сделать какой-то шаг в своей жизни, взвесьте все за, против и соберите ему по максимуму информации за тот шаг, на который вы собираетесь пойти, стоит оно того или нет. Если вы четко понимаете, зачем вы идете, идите, если не понимаете и слушаете зомбоящик, тогда лучше не стоит, вообще не стоит. Никто не знает, по крайней мере. Кто здесь находится, с кем я общался, никто не знает. Для чего это все вообще нужно было? Для чего вообще-то? Это даже уже спецсперасы не назовешь. Это полноценная, полномасштабная война, где гибнут мирные люди. Све на кого? Све на кого? Све на кого? Све на кого гибнут мирные люди? Украинцы. Украинцы гибнут? Украинцы гибнут. И кто их убивает? Кто-кто? Те, кто напали, так сказать. Кто напали? Вооруженные силы РФ. Кто напали? Кто напали? Кто напали? Кто напали? Продолжение следует...